На телеканале Самаргиз пришло твое время в студии Юлии Чернеева. Рада приветствовать всех тех, кто нас смотрит, кто нас поддерживает наш новый молодежный проект. Каждую пятницу 18-15 мы здесь обсуждаем, поднимаем интересные темы, какие-то актуальные вопросы, проблемы решаем не без помощи наших гостей. Вот и сегодня мы решили поднять весьма, мне кажется, актуальную и злободневную тему. Она касается, наверное, каждого и взрослого, и подростка, и школьника, и студента, как и где найти работу. Понятно, что если вы взрослый человек, вроде как поищешь и найдешь. А если ты подросток, а если ты школьник, куда идти, куда податься, как не нарваться на недоброжелательных каких-то работодателей, как гарантированно получать зарплату и, собственно, как вообще определиться со своим будущим, вот сегодня будем с нашими гостями из молодежного центра Самарский и разговаривать. Давайте буду представлять вам наших сегодняшних гостей. Естественно, не могли мы обойтись без директора молодежного центра Самарский. Ольга Петрухина с нами здесь сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Оказывается, в центре есть еще и психолог, и не просто психолог, а ведущий психолог. С нами здесь Ольга Погодина. Здравствуйте. И вот они, так сказать, наглядно своим примером расскажут и покажут ребята, которые уже работали и уже как-то имеют небольшой опыт и уже немножечко определились со своим будущим. Некоторых еще нет. Да, Владислав? Но, тем не менее. Владислав Пашуркин, учащийся в школу номер 12. Влад, здравствуйте. Здравствуйте. И Яна Сидорова, уже студентка Самарского университета исторических факультетов. Ну, я так понимаю, тема работы, она всегда актуальна в любое время, в любой стране, в любое, вообще, мне кажется, время года. Ольга, ну вот центр Самарский, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то слышал, но никогда не обращался. Что сейчас собой представляет ваше учреждение, ваша вот такая замечательная дружная компания? Учреждение наше, конечно же, специализируется в первую очередь на трудоустройстве, содействии занятости именно молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Поэтому у нас очень много совершенно разных программ и временного трудоустройства, и мы формируем базу коммерческих организаций, где ребята могут поработать. И студенты, которые ищут работу с гибким графиком, и выпускники, которые окончили и не имеют достаточного опыта работы, да. И просто ребята, которые уже где-то год-два поработали, но хотят изменить как бы сферу деятельности. Поискать себя, наверное, да. Поискать, да, какие-то новые варианты. Конечно же, у нас есть ряд мероприятий, которые помогают ребятам определиться и с выбором профессии, и вообще поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с работодателем, скажем так, на нашей территории нейтрально, попробовать себя в роли, скажем так, соискателя, пройти собеседование. Как взрослые. Как взрослые, да. Написать резюме именно со стороны, с точки зрения работодателя. И, конечно же, ряд проектов есть, которые поддерживают и студентов, и выпускников. Добро пожаловать, как говорится, всегда всем рады. Конечно же, основное – это трудоустройство подростков. У нас ряд программ существует. Мы направляем различные организации по городу. В основном это государственные, муниципальные, промышленные предприятия, общественные организации города, где подростки могут работать в летний каникулярный период и свободное от учебы время. То есть сейчас тоже есть возможность найти себе небольшую подработку. Да, да. Ребятам, кому от 14 до 17 лет включительно, могут поработать у нас. 14-15-летние ребята сейчас, в настоящий момент, когда учебный процесс идет, работают 2,5 часа в день в пятницу. Ребята, кому 16-17 лет, работают 3,5 часа в день. Ну, я думаю, они не перетрудились. Да, да, да. То есть если школьное расписание позволяет, да, работать, конечно, чтобы это было не в вечернее время, не в ночное. Это очень часто у нас бывает, что ребенок учится до 5, хочу еще работать. К сожалению, трудовым кодексом у нас запрещено, и мы не можем вас направить в организацию. Вакансии, конечно же, так как подростки не имеют профессионального уровня подготовки и квалификации, то мы предлагаем такие вакансии, как помощник специалиста, помощник социального работника, помощник почтальона, уборщик территории, подсобный рабочий и так далее. У нас, кстати, есть фотографии, ребят действительно гордость берет, потому что они молодцы. Кто-то стесняется, да, взять в руки метлу, пойти куда-то помогать, убирать, что-то там делать, но многие, мне кажется, все-таки горды тем, что они теперь работают, имеют такой опыт за плечами. Ну вот просто прийти, я так понимаю, этого недостаточно, нужно что-то знать, понимать, что ты хочешь, какие-то документы оформить. Во-первых, конечно же, если ребенок приходит, ему 13 лет, допустим, он хотя бы знает изначально, что есть... Мы видим сейчас трудяги. Ну как раз у нас Влад работал в ботаническом саду, насколько я знаю, помню, да, Влад, помощником садовника. Как раз вот яркий пример того, я думаю, что он может поделиться своими впечатлениями. Ты почему выбрал-то тогда именно эту организацию? Потому что спектр-то достаточно большой, порядка с этой организацией мы предлагаем. Поближе к природе? Можно и так сказать, я заядлый дачник, поэтому мне труд как бы знакомый, поэтому лопату в руки и вперед. Ну тем более, что мужчина-то не должен бояться какой-то такой серьезной работы. Куда же без этого-то? Мужик должен быть мужиком. Насколько я помню, там много ребят у вас работает, да, всегда в ботаническом саду, и ребят, кто работает из года в год, очень нравится, и они, как правило, на следующий год приводят своих друзей, и большой командой работают. Ботанический сад всегда много ребят принимает на работу, молодцы они в этом плане. Вы на большой территории работали, Влад? Ну да, у нас там было несколько полей, которые мы... Несколько полей? Звучит-то как. Ну да, мы их, собственно, и обрабатывали, перекапывали. Вот местный труд он что? Объединяет. Объединяет, да, и объединяет в том числе. Ольга, ну вот к вопросу как к психологу. Зачем? Ну тут такой вопрос. Центр психолог, вот с какими вопросами, проблемами могут ребята обратиться, и чем поможете, как говорится? Ну, психолог, так как у нас в центре занимается занятостью молодежи, то я скорее больше профконсультант. Поэтому непосредственно провожу индивидуальные, групповые консультации. Если ребята не определились с выбором будущей профессии, либо с выбором учебного заведения, то мы также приглашаем к нам в центр пройти индивидуальное профтестирование и получить заключение о профессиональном типе личности, что поможет уже выбрать, может быть, профиль обучения в старшем классе, либо направление образования. Помимо этого, я как психолог также провожу мастер-классы, которые у нас проводятся ежемесячно. Конечно, расписание висит на нашем сайте, это как и по рынку труда мы обзор делаем, также и по развитию личности, то есть различный менеджмент, цель и полагание, тем мы берем интересный, опрос предварительно проводим в группе, тем мы берем те, которые интересны молодежи. То есть они даже сами, может, какие-то предлагают, да, тем, которым интересно? Да, предлагают. А нет такого, я прошу прощения, что вот бояться, страх некий такой. Многие же никто никогда не работал, и прийти в коллектив, где люди взрослые, где, допустим, к тебе относятся, ну, помощник, подумаешь. Вот нет такого, что вы с этим как-то помогаете справляться? Ну, с такой проблемой ни разу никто не обращался. Все сразу так хорошо адаптироваться, да? Да, то есть уже не было таких проблем, кстати, интересно. Ну, мало ли, ну, просто как обращаться, там, на вы, на ты, как субординацию соблюдать? Наоборот, у нас сейчас подростки такие очень активные, очень ответственные, хочу сказать, потому что я много лет уже тоже наблюдаю такую тенденцию, очень ответственные подходы к тому объему работы, который предлагает работодатель, то есть все выполняют, очень хорошо хвалят работодателей, например, поликлиники. Девочки вот там 16-17 лет работают в регистратуре помощником специалиста. Представляете, да, какой объем работы? Ну, да, люди разные бывают. Да, да. Промышленные предприятия хорошо берут ребят тоже в летний период, предлагают хорошие варианты последующего трудоустройства, то есть уже приглашают на перспективу к себе, на то или иное. Присматриваются. Присматриваются, да, растят свои кадры. То есть для подростка это хороший стартовый начал. Конечно же, мы, взрослые люди, приходим в новый коллектив, нам тоже надо адаптироваться. Так мы порой сидим такие поглядывая, что тут вокруг, а кто тут есть, как себя там вести и все такое. А это, конечно же, дети несовершеннолетних, конечно же, стресс для них. Мы тоже это понимаем, поэтому стараемся подобрать организацию, как говорится, везде есть человеческий фактор, где есть наставники, ответственные, которые понимают, что к нему придут все равно еще дети, хоть и несовершеннолетние работники, но они еще дети, да. То есть стараемся, чтобы и спектр работы был интересный для них, ну, конечно же, чтобы соблюдались нормы требований охраны труда и техники пожарной безопасности, это однозначно. Яна, ну ты уже взрослая у нас, перешагнула этот рубеж школьников-студенты. Скажи, кем ты была, чем ты занималась, и что тебе дало вот этот вот опыт какой-то, не знаю, подтолкнула ли к выбору профессии, мало ли. Ну, возможно, частично. Я занималась в школе вожатского мастерства у Ольги Сергеевны, и на самом деле это очень многое мне дало, потому что я, возможно, как и многие дети, с детства хотела быть вожатым, много ездила в лагеря и так далее. И когда я приехала в лагерь, как бы можно сказать, то, что это полная моя мечта, когда я прошла все обучение, потому что ты никогда не можешь знать, что, допустим, тебе нужна только одна теория, или наоборот, тебе нужна только практика, только игры. В нашем курсе было абсолютно все. Ну давайте посмотрим, у нас есть фото. Кто причастен к этому, пожалуйста, рассказывайте, что мы видим вообще, что это такое? Это практические занятия на улице, это непосредственно прохождение практики на базе лагеря. А кто вот может попасть в эту школу вожатых, и что она дает? Попасть могут молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, желающие поработать уже на территории детского лагеря. Что она дает? Ну я думаю, плюс этого проекта в том, что приходят уже замотивированные ребята, уже активные, уже с горящими глазами, нам остается, то есть они очень хорошо берут материал, очень хорошо, активно участвуют во всех мероприятиях. Как вот детям отдавать детей, как говорится, в лагерях, доверять детей сложно ответственно. Мы учим в школе вожатых, у нас есть блок возрастная психология, где мы подробно рассказываем им психологию детей на территории детского лагеря по возрастам. И тем самым ребят, которые проходят обучение, они уже готовы к тем, возможно, трудностям, которые их ожидают вот в лагере. Были ли трудности какие-то, Ян? Вот ты вот приехала такая, мамочки, поедай, поедай-ка обратно. Нет, на самом деле атмосфера знакомая абсолютно, и после прохождения курса ты знаешь возрастные особенности, все детей. У меня были очень разные детки, у меня был разновозрастной отряд, у меня были девочки от 7 до 16 лет. Практически ровесницы, да? Да, у меня были маленькие детки, 7-12 лет, у меня был смешанный, отряд мальчики-девочки. Как вот ладить с ровесницами, например? Понятно, что ты получаешься в роли руководителя, а они... Ну, главное держаться в одинацию, это очень важный пункт в нашей работе, то есть не спускаться до таких дружеских отношений. По-небратских, так скажем? По имени-отчеству называли? Да, конечно. Серьезно? Такая деловая. Яна Александровна. Яна Александровна. Тебе нравилось? Да, конечно. Насколько я знаю, Яна, по-моему, не один раз ездила. Я два года подряд ездила в Россию, да, работала там. Влад, а ты не участвовал в этой программе? Я школу вожатых проходил, но... Тебе это для чего вот как бы было интересно? Интересно именно как-то уметь находить больше общий контакт с детьми. У меня у самого, например, недавно родился маленький брат, поэтому все вот эти игры, все возрастные особенности, они мне тоже пригодились. Ну, правильно, что на практике применять, это очень хорошо. А вот ребята, которые проходят школу вожатых, например, они часто выбирают педагогическую профессию дальше? Вот нет никакой статистики у вас? По статистике уже приходят, уже поступившие в учебное заведение. Да, большинство, конечно, из педагогического университета. Но среди, так скажем, участников также есть и молодые люди с техническим образованием. Но это те, которые сами отдыхали в лагерь, которые вот заразились, когда были детьми и хотят вот... Когда заразились-то идеи. Идеи, да, вожатыми, которые у них были, и хотели вот побывать на их месте. Понятно, что сейчас осень, кто-то только втягивается в учебный процесс, но все же вот в данное время, как вы сказали, там 2,5-2 часа, 3 часа, какие вот предлагаются вакансии, и что вот уже, например, востребовано? И вы знаете, что вот эти партнеры ваши, кто предлагает, они вот готовы, ждут, вот какие направления это делать? Именно для студентов, будем говорить, и все-таки что? И школьников. И школьники, да? Ну вот школьники, опять же, повторюсь, традиционно, как мы направляем, помощник специалисту уборщих территорий, помощник садовника, помощник почтальона, организации ждут, готовы принять. Да, в любом случае обязательно, ребята приходят, должен быть пакет документов для трудоустройства, потому что это несовершеннолетний. Но опять же, остановлюсь на том, что и взрослый человек, когда приходит трудоустраиваться, у нас в трудовом кодексе... Да, есть, закреплено, что мы должны предоставить документы. Ну и это, конечно же, гарантия детям о том, что будет заключен срочный там или не срочный трудовой договор, да, и он получит свою зарплату, что его труды будут оплачены. Это нормальная... Что, как говоря молодежным языком, никто не кинет зарплату и не совсем остальным. Да. А вот зарплата, как она определяет, сколько она составляет, как ее получают и вообще вот эти денежные отношения? Зарплата у подростков сейчас составляет, рассчитывается из расчета 7500 рублей за полный отработанный месяц, как взрослые работающие уже люди, с них удерживается 13% подоходный налог. Готовят к взрослой жизни. Да, но у нас есть компенсация, которая выплачивается от Центра занятости населения, она составляет плюсом еще 1275 рублей. То есть, по сути, этот подоходный налог, можно сказать, компенсируется. Вот так рассчитывается зарплата. Как получается она? На лицевые счета ребенка, то есть ребенок направляется в организацию, он отработал там 2 недели, месяц, там какой-то период, да, а организация направляет нам табель отчет рабочего времени и на основании его мы направляем уже на лицевой счет, то есть карту ребенка, уже зарплату, и ребенок ждет прекрасный смс. Такой деловой, может, уже свои покупки. А вот, не знаю, может быть, вы, ребят, знаете, может быть, вам рассказывали, на что тратят эти вот денежки Яна, Влад? Ну, лично я ни на что не потратил, я на электрогитару коплю. Молодец какой, вот мотивация человека. Яна, у тебя вот какие были? Я уже потратила на автошколу. То есть ты тоже вкладываешь в образование? Да. А вот так есть, кто там копил, копил и там что-то? У нас мы проводили статистику, проводили такой интересный опрос, Ольга Сергеевна тоже, может, добавит к этому, что среди подростков, как бы, ребят, условно, делятся на три группы. Первая группа, которая копит на что-то большое, цены, велосипед, планшет, обучение, за летний период стараются накопить большую сумму. Вторая группа ребят, которые, как говорится, тратят все за один день. Идут в Макдональдсы, там, в кафе, в пиццерии, да, приглашают всех друзей. Иногда и взрослые так делают, почему тут у греха так? Да, и тратят все деньги, получают это под довольствие, приходят в следующий месяц опять работать. Да, ну и третья группа у нас тоже есть таких ребят, очень много, которые, в части, дают родителям, пытаются помочь родителям, как правило, покупают какие-то вещи к учебному году, то есть таких уже уверенных в себе молодых людей тоже есть. Ну, так, карманные расходы, если что-то купить, догадались, чтобы родители не тратить. Да, это третья часть группы, вот так. Ну, а вот я знаю, что есть такая очень сложная еще категория ребят с ограниченными возможностями здоровья. У вас не так давно, я так понимаю, это направление взялось. Чем вы им можете помочь? Для них существуют такие же программы, аналогичные, да, только сюда уже, во-первых, если ребенок подросткового возраста, от 14 до 17 лет, он может участвовать наравне со всеми в программе. Но, конечно же, рабочее место мы подбираем здесь индивидуально, согласно медицинских показаниям, противопоказаниям, которые указаны. Но не отказываете, вы с кого-то сгораете. Не отказываете, да, у них, как правило, сокращается рабочий день до двух часов. Все в зависимости от того, да, опять же, повторюсь, состояние здоровья ребенка. Зарпанную плату получает такой же. Если уже молодому человеку от 18 до 30 лет тоже имеют ограничения по здоровью, мы также приглашаем принять участие во временной программе. Смысл такой же. Мы направляем в организацию, это может быть промышленное предприятие, государственное, муниципальное. И этот молодой человек, грубо говоря, за месяц при нашей оплате старается зарекомендовать себя перед этим работодателем. Да, чтобы он его оставил на постоянное место работы. То есть в перспективе, вот, допустим, через программу у нас проходит около 100 человек таких ребят, да, как правило, 60% остаются на постоянное место работы. Ну, потому что, видимо, кому надо, вот кто хочет, как бы тут. Конечно, конечно, да. И не только, наверное, с ограниченными возможностями тут можно говорить. И сами ребята, да, подтвердят, что если хочешь работать, заработать, будешь работать и зарабатывать. Влад, скажи, пожалуйста, сложно ли это вот так вот прийти и начать работать? Просто, допустим, твои сверстники сейчас, твои одноклассники смотрят или кто-то еще. Вот работать зазорно ли? Ну, в принципе, не зазорно. Почему же? Если человек работает, то, наоборот, хорошо. Ну, это хорошо, что ты это понимаешь. А то, да, я у родителей денег возьму. Ну, есть и такие, куда уж денешься. Яна, а ты сейчас вот будешь продолжать как-то пытаться устроиться, работать? Или пока будешь учиться? Нет, ну, конечно, я собираюсь учиться, но даже в моем университете как бы есть возможность роста. Это СПО, стимические педагогические отряды. То есть возможность роста всегда есть. Можно, кстати, подняться не на самарской земле, вожатой быть, а куда-нибудь уехать. На море, например, на следующий год. Посмотрим. Тут же хорошие мечты. А знаю, что ярмарки у вас проходят, вакансии. У нас есть тоже фотографии с весенней ярмарки. Я так понимаю, осенние сейчас так или иначе проходят в разных вузах, да? Как можно туда попасть? Что нужно для этого? Ну, вот, кстати, Яна уже стала говорить о возможностях, которые предоставляют и учебные заведения, и наш центр конкретно, ребята, которые учатся в учебных заведениях, среднего профессионального образования, вышел. Конечно же, надо 100% посещать те мероприятия, которые направлены вот на содействие занятости и трудоустройства. Почему? Это контакты, это практика, да? Обязательно надо ходить на ярмарки вакансий. Не просто пришел и пробежался по организациям, да? А пришел с подготовленным резюме. Да, у тебя сегодня, допустим, работа не требуется, но она тебе потребуется там. Через 9 месяцев, когда ты закончишь учебное заведение, идти, надо будет искать стажировку. Организации сейчас тоже достаточно умные, уверенные, скажем так себе, да? И не тратят просто так свое время. Идут на ярмарку тоже подготовленными, и они собирают резюме уже заранее и формируют себе тоже банк данных. И когда у них освобождается место, или они себе тоже ищут кого-то в помощь, какого-то помощника, или просто набирают людей на стажировку, они, конечно же, обзванивают. А у нас летом бывает очень часто такая практика, что у них закончилось обучение, да, и он в июле месяце идет и опомнился, что надо ему на месяц найти какой-то вариант. Организации заранее, то есть они уже с февраля, с марта, с апреля формируют себе и перечень, как бы, и списки тех ребят, которые хотят, пойдут, приглашают себе на собеседование, на какое-то общение, взаимодействие и так далее. Поэтому, когда проходит на территории учебного заведения или какая-то проходит городская ярмарка, мы очень часто организовываем на больших площадках, таких как Экспо-Волга, МТЛ-Арена, обязательно нужно прийти и максимально, как бы, выложиться, потратить свое время. Друзья, потратьте свое время, если хотите работать, зарабатывать, ищите всю подробную информацию у нас в группе или заходите на сайт Самарского центра, я думаю, что вам помогут, подскажут. Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас, дорогие друзья, очень интересно, мало времени, но все же самое главное, мы сказали. Вам большое спасибо, хороших выходных, до встречи.